Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Президент Майя Санду сообщила 17 января, что попросила правительство в кратчайшие сроки найти решение, как повысить компенсации за отопление и газ, если повысится тариф, сообщает Ньюсмейкер. Как рассказала Санду в Facebook, она обсудила с депутатами и членами правительства проблему больших счетов за отопление и газ вследствие постоянного роста цен на природный газ на европейском рынке. Как рассказала президент, чтобы помочь гражданам оплачивать эти счета, правительство должно принять дополнительные меры. «Я попросила правительство в ближайшие дни найти решение, чтобы увеличить компенсацию за отопление, а есть ли повысится цена на природный газ и компенсацию за газ», – отметила Санду. Молдавия не имеет собственных месторождений газа, поэтому страна полностью зависит от внешних поставок этого топлива и от ценной энергоресурсы. Об этом заявила президент республики Майя Санду в эфире телеканала ТВ8. Она прокомментировала обнародованное ранее заявление главы компании «Молдова Газ» Вадима Чибана о том, что для Молдавии в январе цена на газ вырастет с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Он заявил, что следует поднять тарифы для населения. «Существует контракт», – отметила Санду. «Мы надеемся, что цены на европейском рынке опустятся к концу зимы. У нас впереди ещё два месяца». Глава республики также заявила, что необходимо принять меры по поддержке населения. Что конкретно в этом направлении будет предпринято, она не сообщила. Ранее компания «Молдова Газ» сообщила, что не сможет предоставлять жителям Молдавии отсрочку по оплате за потребление газа, так как сама находится в трудном положении. Об этом заявил глава предприятия Вадим Чибан в эфире телеканала TVC21. «Разница составляет 217 долларов. Нам не хватает по этим расчётам примерно от 43 до 45 миллионов долларов, которые необходимо заплатить Газпрому в январе. Конечно, мы не сможем кредитовать потребителей, как бы мы не хотели», – сказал Чибан. Он напомнил, что в республике предприятия имеют право прекращать поставлять энергоресурсы потребителям, если те не заплатили в течение 10 дней после выставления счёта. «Молдова Газ» планирует воспользоваться этой возможностью. Напомним, условия нового контракта на поставку газа в Молдавию предполагают плавающую цену на топливо, в зависимости от обстановки на европейском рынке. С ноября тарифы на газ в республике выросли почти в два с половиной раза. Власти Молдавии должны принять комплекс мер, чтобы избежать экономического кризиса, который грозит стране. Об этом 17 января заявил экс-президент республики лидер партии социалистов Игорь Дадон в своём телеграм-канале. «Молдова находится в глубоком энергетическом и социальном кризисе, который, скорее всего, приведёт к глубокому экономическому кризису», – написал Дадон. Он заявил, что в стране необходимо заморозить тарифы на энергоресурсы до конца зимы, когда цены на них должны снизиться. Средства на это бывший президент предложил выделить из бюджета. Напомним, вице-премьер министр инфраструктуры Андрей Спыну 11 января на пресс-конференции отметил, что правительство рассматривает возможности дополнительной поддержки населения в связи с возможным ростом тарифов на энергоресурсы, в том числе на электричество. Однако в ответе на вопрос НМ он не упомянул никакие конкретные детали. Он также добавил, что в ближайшее время появится возможность отказаться от предлагаемой правительством компенсации. Спыну отметил, что есть те, кто готов отказаться от компенсации в пользу более уязвимых семей. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки.